Девочка-пай Ну вот и отгремели новогодние праздники. Будем надеяться, что Дед Мороз запомнил все наши мечты и пожелания и уже приступил к их реализации. Ну а пока суть до дела, поработаем сами себе волшебниками. Сегодня мы встали в 4 часа утра, ведь нас ждет долгая дорога, как минимум двухдневное путешествие. А путь мы с вами держим на Терский берег, пожалуй, самую необычную часть Русского Севера. Умба, Оленица, Кашкаранцы и, конечно, Варзуга. Поехали. В 4 часах езды от Апатитов наша первая остановка. Мы в самом старейшем и крупном поморском селе Умба. Ее история насчитывает около шести веков. Слово «Терский» с Амского переводится как «лесной». Лес в этих краях и правда богатый. Высокие сосны, ягельные поля, большое количество птиц и зверей, а также ягод и грибов. Умба в переводе с Амского – закрытая. Первое упоминание об этом месте датируется XIV веком. А с конца XVII века село стало вотчиной Соловецкого монастыря. И в 1765 году здесь построили церковь Воскресения Христова. Это был большой трехпрестольный храм. Он никогда не горел и не подвергался никаким нападениям. Но в годы революции его постигла участь тысячи других. Церковь закрыли и сделали в ней сельский клуб. В XIX веке путешественник Максимов по заданию правительства России того времени путешествовал по Русскому Северу и описывал жизнь людей, интересные моменты. И вот из его книги мы знаем, что это место называли старые люди «очень честное место». Если утром кто-то говорил, что у него что-либо украли на службе, то к вечеру человек, мучимый совестью, раскаивался в содеянном или на него указывали другие люди. То есть это место, где хочется говорить правду. Сейчас храм восстанавливают. Правда, в нем будет уже не три престола, а один. В 1769 году ожидалось солнечное затмение, прохождение Венеры по диску Солнца. И ученые выбрали по стране несколько мест, наиболее удобных для наблюдения за этим явлением. Вот на этой горе была построена временная обсерватория. 23 мая была не такая хорошая погода, как сейчас. Затмение с этой точки никто не увидел, но тем не менее гору называли гора обсерваторная. Потом часть буков потерялась, как бывает. И вот такое название – гора Сиватория. Кстати, пока мы любовались пейзажем на противоположном берегу, прямо перед нами браконьеры проверяли сети, но, завидев камеру, спешно ретировались. Идем дальше по так называемой старой части села. Вокруг старинные деревянные домики, некоторым из которых больше ста лет. Ощущение, как будто совершил путешествие во времени. Прогулявшись по старинной части села, выходим к мосту Встреч. Как известно, Умба славится двумя знаменитыми мероприятиями. Во-первых, каждое лето здесь проходит поморская регата. Гости приезжают на автобусах, одетые в национальные костюмы с национальными инструментами своими в старую будеревню. И по традиции проходят через деревню, чтобы местные жители могли на них полюбоваться. На этом мосту стоят поморки красавицы в красивых костюмах, с рыбничками, пирогами, с квасом поморским. И ждут дорогих гостей. По середине моста выстилается дорожка домотканная, которая делается нашими мастерами. Если по такой дорожке пройдешь, жизнь твоя будет долгая и красивая. Коромысло украшается цветами и лентами. Красавица его держит. И пройти надо под коромысло. Головой они его немножечко ударятся, хлопуснутся, чтобы все плохие мысли у тебя из головы вылетели. И дальше у тебя было только все светлое и хорошее. Второе мероприятие, которым знаменито село, это поморская регата. Грибцы со всей Мурманской области съезжаются на морские соревнования и участвуют в захватывающих гонках. Умба вообще уникальное место. Терские поморы сохранили свою самобытную культуру, обряды, песни. В 2003 году здесь был создан Центр поморских ремесел. Для того, чтобы все желающие от мала до велика могли обучиться народным промыслам. Войло Ковалянью, лоскотному шитью, узорному ткачеству. Анна, а вот это что здесь такое за куклы? Ну здесь вот на ткацкой дорожке представлены все куклы обряда свадебного, который проходил в Руси. Например, вот вверху кукла стоит, ее ставили в свадебный пирог. Здесь куклы у нас неразлучники на одной руке. Видите, они на красной, обережной. Это значит в жизни быть всегда, рука об руку идти по жизни. Свадебные куклы, или как их еще называют неразлучники, делались подружками невесты. Она потом хранила их всю жизнь и передавала по наследству. В этом центре мастерицы шьют неразлучников родом из самых разных губерний. Если вы заметите, например, что на куклах нет лица, да? Да. Крестьяне говорили без глаз, чтобы не сглазить. И поэтому лица не рисовали. Лицо рисовали только на игровых или там сувенирных куклах. Еще считали, крестьяне вот говорили, что если кукла имеет лицо, она имеет душу. Всегда с куклой, конечно, играла девочка, маленький ребенок. И считалось, что душа куклы могла навредить ребенку. А если кукла без лица, без души, она не навредит ребенку, а только будет ее оберегать. Мы не могли налюбоваться также на пасхальные куклы. Куклы-нянюшки и куклы-крупьянички. Отдельную нишу занимают куклы в различных самских и поморских костюмах. Причем наряды девушки отличались от одежды замужней дамы. В руках держите девушку. То есть Варзуга всегда была богатая. И вот чем краше была жена одета, тем, значит, больше любил муж-жену. Продолжаем прогулку по удивительному селу. Здесь, кстати, сохранилась древняя деревянная мостовая, которую аккуратно чинят каждую весну. В свое время известный эстрадный исполнитель Эдуард Хиль воспел Умбу. Есть на свете город Умба, это северный причал. Лучше города, чем Умба, до сих пор я не встречал. Неожиданно начался дождь, и чтобы не замочить на улице наше оборудование, мы решили в это время посетить интересный музей. Посвящен он рисункам Канозера. Как известно, в районе этого озера были открыты петроглифы. Это древние наскальные рисунки. Нашли их 15 лет назад, в июле 1997 года. Озеро Канозера находится в среднем течении реки Умба, примерно в 48 километрах непосредственно от поселка Умба. Комплекс наскальных изображений включает в себя на данный момент три острова – Каменный, Горелый и Ловый, и Береговая скала, названная Одинокой. На данный момент известно около 1200 изображений. В последнее время открываются и новые, еще неизвестные. Под Дерном еще существуют петроглифы, которые на данный момент неизвестны. Петроглифы являются уникальным памятником археологии. На Канозере они датируются 4-2 тысячелетиям до нашей эры. Кстати, наскальное искусство в природных условиях довольно трудно для восприятия. То есть вы можете буквально ходить рядом с рисунками, но ничего не заметите, так как при дневном свете они практически не видны. В музее представлены прорисовки и фотографии практически всех петроглифов Канозера. И даже один можно потрогать вживую. Александр, это настоящий кусок скалы? Да. В 2008 году при раскопках рядом со скалой был обнаружен этот осколок, который откололся, видать, еще довольно давно, в связи с тем, что он залегал на глубине примерно 15 сантиметров. И на этом, скажем так, осколке мы можем воочию увидеть, как выглядят петроглифы. После открытия петроглифов остров стал вопрос их охраны, так как некоторые туристы просто варварски их портят своими надписями. Сейчас сотрудники музея и энтузиасты ломают головы над способами сохранения уникальных рисунков. В мире найдено немало петроглифов, но, как отмечают специалисты, именно эти отличаются обилием техники выполнения и разнообразием сюжетов. В конце экскурсии Ирина сделала нам неожиданные и приятные подарки. Сначала нам подарили по поморской козуле, а потом напоили чаем с необычным вареньем. Ну вот, гости дорогие, вы немножко познакомились с Сумбой, с маленьким кусочком Тирского берега. Ну, доброй вам дороги. Спасибо вам большое. Во-вторых, я знаю точно, что все сюда возвращаются, как и мы сюда вернулись и остались жить. А вот вам, чтобы в дорогу остался вкус Тирского берега, попробуйте наше варенье из молодых сосновых шишек. Вот неленивые, из молодых сосновых шишек. Неленивые поморы варили такое варенье, оно было полезно при всяких там простудах, при кашлях. Шишки мягкие, как клубника, по цвету варенье, вот такое, сами видите, такого красивого цвета. Ешьте на здоровье, не болейте. То есть ее можно съесть прямо? Ну, конечно, ее нужно съесть и подумать, так как вы не каждый день едете шишки, это ваша первая шишка, загадайте желание и пусть она у вас сбудется. Ну что, скажите, как там шишки? Сосновая клубника. О, такое название у нас еще не было. Мы запомним, вы нам подарили название. Сосновая клубника. Ну вот и от нас, как говорится, хоть какая-то польза. Дождь закончился, и Ирина посоветовала на обратном пути спуститься и прогуляться по берегу Белого моря. Очень живописное место. В советские годы здесь был пионерский лагерь. Сейчас построены домики одной из туристических компаний. Мы сейчас стоим около маленького острова, который называется, и назывался, и называется остров наблюдения. В старые времена здесь была таможня, которая давала добро большим пароходам, которые заходили в большую перекубу, перед нами море, за лесом и за Англией. Вот то, что мы видим, это все морские просторы. Из беседы с Ириной мы с удивлением узнали факт, что, начиная с Умбы и далее по Терскому берегу, иностранцам на этой территории находиться нельзя, даже в качестве туристов. По всей России есть зоны, которые называются зоны регламентированного посещения для иностранных граждан. То есть сюда, чтобы попасть, надо специальное письменное разрешение, которое получается принимающей стороной, организацией или частным лицом в управлении Федеральной службы безопасности в Мурманске за 45 суток. Но только после этого, имея на руках это разрешение, они сюда могут приехать. С чем это связано? Если кратко, это в целях защиты интересов Родины. Даже во время нашего недолгого пребывания на берегу мы наблюдали бороздящий туда-сюда военный корабль. А по словам местных, всплывающие здесь подводные лодки тоже не редкость. Кстати, только на обратном пути из Умбы мы заметили табличку, предупреждающую иностранных гостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok